В свои год и восемь месяцев Артем, как и все ровесники, уже должен произносить первые слова и ходить. Но ребенок не может самостоятельно держать голову и с положительными прогнозами доктора пока не торопятся. В недугах своего желанного ребенка мама винит врачей перинатального центра ДАР. По словам женщины, во время родов 19 декабря 2020 года ей не оказали своевременной медпомощи. Начались схватки, поставили меня под наблюдение, под КТГ. Когда все начало нарастать, меня спустили в родильный зал и непосредственно сказали перед уходом, что маши в камеру, мы придем. То есть переложили обязательства контроля на камеру видеонаблюдения в родильном боксе. С 11 вечера до 4 утра, по словам Юлии, она была в родзале одна. До последнего женщина успокаивала себя тем, что за все время беременности никаких осложнений не было. Сама по результатам всех обследований в этом же ДАРе была здорова. По медицинским показаниям должен был родиться здоровый полноценный малыш. Ребенок уже, как потом подсоединяли, когда забежали в 4.40, снимали КТГ. У него уже не прослушалось сердцебиение, уже были просто шумы. Он у меня вихрем по животику. Я чувствую, что он задыхается. Я просила о том, чтобы сделали Кесарева, потому что я понимаю, что ситуация уже в животике происходит на гибель ребенка. И на что мы такое не делаем, говорят. В результате ребенок появился на свет с целым букетом болезней. Среди них дыхательная недостаточность тяжелой степени, гипоксический и шимическое поражение центральной нервной системы тяжелой степени, церебральная ишемия тяжелой степени, сопр, миоз и ряд других патологий. Картину головного мозга ряд генетиков, по словам мамы, называет катастрофической. В Даре, когда Юлия начала разбирательство, говорит, лишь развели руками. Мне при всей комиссии, которая сидела на приеме в этот момент, меня унизили. Но ни в одном из документов о течении беременности данная инфекция прописана не была. Неужели стоит пенять на результаты обследований, которые Юлия проходила здесь же, при Даре? Краевой Минздрав тем временем на все запросы от молодой мамы продолжает отвечать на чиновничьи непонятном языке. А на наш запрос в Минздраве дали понять точно. Компенсировать лечение маленького Артема ведомство не собирается. Анна Рашегирова, Андрей Печоркин. День с толком.